Здравствуйте! С вами вновь события недели. В этом выпуске вы увидите расширенное планерное совещание, рождественские чтения, пожар по улице полиграфистов, сессия Городского совета депутатов, День инвалидов, Единой России, 17 лет. Расширенное планерное совещание при исполняющем обязанности первого заместителя главы города Вячеславе Мартынове состоялось в минувший вторник. О самых важных и интересных темах расскажем в нашем сюжете. Самой главной проблемой недели стало отопление в квартирах по всему городу. Основная часть сообщений в единую дежурно-диспетчерскую службу – жалобы на холод в домах. Почему возникла такая ситуация, когда в Севербайкальск пришли серьезные морозы, говорили на планерном совещании. Проблема у нас была, как Сергей Алексеевич сказал, выпало много осадков, и получается снег вмешался с углем, уголь был заморожен, то есть вагоны пришли с углем мороженым. Из-за этого была основная проблема. В городе продолжается работа по очистке территорий. Работа по уборке территорий продолжается. У нас большое количество незагистрированных построек этого участка мира дорожной улицы. Значит, на этой неделе там все будет тоже переводиться, поэтому владельцы этих строений должны принять меры к уборке имущества, если там какое-то остается. И участок космонавтов, строителей, переводок школьный. Значит, там тоже большое количество таких построек. Необходимо эту работу провести, прошу техника, и в неделю будет отрабатывать там. 3 декабря стал последним днем уплаты налогов. Как выяснилось, не все горожане считают их обязательными платежами. В начале периода уплаты налога, в начале ноября, мы были, в общем-то, среди муниципальных районов приспублики Гулятина хорошим счету. Сейчас мы, к сожалению, находимся в хвосте, потому что граждане наши неответственно подходят к этому вопросу. 3 декабря вчера был последний срок. Налоговая инспекция работала и в субботу. То есть можно было обращаться и в комитет экономики, мы отдельно. У нас 1300 недоставленных по почте уведомлений. Это те, которые были распечатаны. А все основные в личном кабинете налогоплательщика. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что возникают следующие вопросы. Когда налоговое уведомление приходит на несовершеннолетних детей. То есть говорят, как ребенку два месяца или два года я должен уплачивать. Уважаемые собственники жилых помещений. Когда распределяется долевая собственность, обязанность уплаты налогов на родителей. Поэтому, естественно, если приходит вам налоговое уведомление на несовершеннолетнего ребенка, значит, ваша собственность разделена на несколько долей и уплата лежит налога на ответственности родителей. Как бы срок уплаты 3 декабря завершился, но та задолженность, которая имеется у нас по двум налогам, в объеме практически 5 миллионов задолженностей. Это те деньги, которые муниципалитет мог бы направить на наши нужды города. Это елки, это праздники, это дополнительные мероприятия, дороги. Галина Климентина-Доржиева рассказала о наиболее острых проблемах, возникающих в текущей работе пенсионного фонда. Очень много у нас родителей почему-то не хотят получать снилсы на своих детей. Вот вчера буквально у меня была на приеме бабушка, категорически оказывается получать снилс на ребенка инвалида детства. Хотя это требование не пенсионного фонда, это требование федерального закона. А без снилса, как говорится, ни один вопрос в будущем решен не будет, тем более по вопросу пенсионного обеспечения. Это первое. Второе. У нас проблема в том, что с октября месяца мы не проводим никакие операции по ВОССИП, Транском банку. У нас на сегодняшний день 13 получателей пенсии остаются без пенсии уже за октябрь, и за ноябрь, и уже и за декабрь. Мы их разыскивали, отправляли письма, но вот эти 13 человек мы не можем найти, это в основном по городу. Видимо, люди выехали, и каким-то образом почему-то они обращаются к нам за получением пенсии. О проблеме студентов и преподавателей техникума, которым приходится преодолевать большие трудности для того, чтобы добраться до своего учебного заведения пешком, говорили на планерном совещании. Эта дорога, как известно, осталась без пешеходной части. Уже 8 лет мы находимся на новом месте, а вот сейчас снег выпал, как каждый год выпадает, пройтись. Идти к нашему зданию практически невозможно. То есть и студенты, и преподаватели, и слушатели ходят прямо по дороге. Общийся я сам. Ну, слава богу, пока ничего не получилось, поэтому я к вам просьбил, что-то нужно там сделать. Правильно. У нас проблемы с кого? Я не знаю, или убрать тут снег, которых я по краям, раз нет тротуара, да? Вот эта часть дороги, она уже 8 лет, нигде ни в планах она не стоит. Построили новую дорогу, а тротуар забыли почему-то. Не забыли, это специально было сделано, потому что ремонт коллектора. А ходить-то как? Ну, ремонт коллектора, потом припишу. Вы запишите, надо сейчас выехать, подумать, что там сделать, посмотреть. Сейчас вообще очень сложно, как у нас снова снега, да? Давайте записывайте, передавайте в чистый город, я вечером поеду, посмотрю. Различные мероприятия ждут горожан в новогодние и рождественские праздники. В новогодние каникулы хотела пригласить наших граждан. У нас 4-го и 5-го будет в рамках программы в парке, на площадке будет проходить мероприятие для детей. Они будут начинаться в 14.00. То есть всех приглашаем. Также у нас в новогодние каникулы будут работать и библиотека, и музеи. То есть в какие дни они будут работать, мы дополнительную информацию подоставим. В понедельник 3-го декабря в одном из домов по улице Полиграфистов произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пуль дежурного около 7 часов утра. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших, а вот внешний вид одной из квартир и самого подъезда претерпел значительные изменения. В ходе профилактического рейда специалисты Пошнадзора почти на каждом этаже наблюдают одну и ту же картину. Шкафы, забитые домашней утварью, кресла и стулья. На каждой личной клетке, на каждой площадке есть шкафы. Вот это что, убирать надо или что? Абсолютно все. Все должно быть чистое. Вообще вот даже вот этого шкафа не должно быть? Да, ни шкафа ничего не должно быть. Ничего. У нас тоже есть. Нет, это грубое нарушение. Я вам памятку отдам. Вот как у соседей у ваших получилось. Не было бы никакого вот этого, скажем так, горючих материалов, пожар бы не произошло. То есть даже брошенный этот охоток, либо короткое замыкание, наличие горючих материалов в подъезде способствует развитию пожара. Так что убирайте. Рейды наши будут продолжаться. И штрафные санкции будут нападут на людей. Так что убедительная просьба убирать это все. Такая картина заставленных площадок повсеместно, но это грубое нарушение правил пожарной безопасности, которое в случае той же плохо потушенной сигареты приведет к куда более серьезным последствиям. То же самое. Никто не курит. Стояло личные вещи стояли, стояла банка из-под бочков. Значит, в результате так же самое загорелось и пострадало 4 квартиры. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей. Сейчас после проведения пожарно-технической экспертизы мы будем запрашивать следственные органы и предъявлять виновному. Опять так же самое. На лестничной площадке была одна квартира. Мы будем предъявлять этому человеку, который проживает основной квартиры съемщик, затраты на ликвидацию данной чрезвычайной ситуации. Сейчас точная причина пожара в подъезде по улице полиграфистов устанавливается. Между тем рейды по жилому сектору будут продолжаться. Штрафы за нарушение противопожарного режима в части заставленных коридоров – несколько тысяч рублей. Но, по словам специалистов, наказания не так страшны, как последствия распространяющегося огня по этим легко воспламеняющимся предметам, что, собственно, и произошло здесь 3 декабря. Согласно требованию правил пожарной безопасности в подъездах, наличных клетках, площадках категорически запрещено хранить горючие материалы, устройства, мебель и другие горючие материалы. За нарушение требований правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей на граждан. Невыполнение и несоблюдение требований правил пожарной безопасности в условиях замкнутого пространства подъезда отсутствие дополнительных эвакуационных выходов, то есть имеется один только эвакуационный выход. Большое скопление людей чревато тем, что в случае неосторожного обращения с огнем, выброса спички, непотушенной сигареты, короткого замыкания в электрощите, имеющиеся горючие материалы в подъезде, способствуют возникновению открытого пламенного горения и распространению дыма по всему подъезду, что в свою очередь препятствует быстрой эвакуации и безопасной эвакуации людей на улицу. Этот пожар стал 47-м по счету за истекшие 11 месяцев. Каждый третий из них происходит по вине самих же жильцов. 27 ноября в Севербайкальске состоялось открытие 4-го регионального этапа международных рождественских образовательных чтений. Тема этого года – молодежь, свобода и ответственность. Рождественские чтения задумывались ранее как площадка для обсуждения вопросов образования, культуры, науки, и первоначально они проводились в основном в центральной зоне России, в Москве, Санкт-Петербурге. В проведении чтений принимали участие ведущие специалисты вузов, а со временем еще святейшим патриархом Алексеем II было принято решение привлекать к проведению чтений педагогов и церковных деятелей на удаленных уголках государства. Сегодня мы с вами начинаем региональный этап. У нас он четвертый по счету. Первый был в 2016 году, в 2016 мы в январе провели первый, и в декабре как вторые чтения, уже за 2016 год. Потому что епархия наша была образована в 2015 году. 26-е международные образовательные чтения, которые, собственно, пройдут в Москве 27 по 31 января. Они традиционно проходят после Дня памяти покровительницы студентов, учащихся, великомученцев Татьяны, после 25 января. И являются как бы итогом работы всех региональных этапов. Региональные этапы проходят с сентября в этом году по 1 декабря во всех субъектах Российской Федерации, во всех епархиях Гусской Православной Церкви. И наиболее интересные, наиболее значимые, скажем, пожелания, замечания, доклады, люди делятся опытом, они отправляются, как правило, на международные чтения в Москву. Ну, мы посмотрим, как в нашем формате это произойдет, да, но проблемы, тем не менее, которые возникают в сфере образования, в сфере воспитания, они должны обсуждаться компетентными людьми. Тема работы секции регионального этапа рождественских чтений «Основы безопасности в современном информационном пространстве». С приветственным словом к собравшимся в первый день проведения чтений обращался епископ Сосново-Озерский и Севербайкальский Николай. И благодаря работе ученых, преподавателей, священнослужителей решаются такие проблемы глобальные, которые в нашем обществе уже несколько десятилетий не решались. И сегодня тема наших рождественских чтений – это «Молодежь, свобода и ответственность». Этой проблеме молодых людей, ответственности, свободы уже немало веков. И, конечно, решить ее пытались уже до Рождества Христова, но ничего не получалось. Я думаю, совместная работа священнослужителей, ученых поможет нам и в этой проблеме найти какие-то решения. Помочь нашей молодежи достойно вступить во взрослую жизнь. От того, как будет воспитываться молодежь, будет напрямую зависеть не только благополучие, а само существование современной России. От того, как будут воспитываться молодые люди, зависит также и их счастье, и счастье их семей. Это цитата из проповеди святейшего патриарха московского Кирилла Евсея Руси. Когда мы говорим о молодежи и привычно ругаем молодых людей, замечая их недостатки, мы почему-то забываем, что проблеме непонимания между детьми и родителями уже много веков. И английская пословица гласит «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Очень такая серьезная поговорка, я не так давно ее узнал, и был очень удивлен, что действительно это так и есть. Ава Ипери по поводу воспитания сказал следующие слова. «Истинно мудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет делом». «Молодежь, свобода, ответственность – это тема не сегодняшнего дня, это тема всей нашей жизни», говорил на встрече Олег Усынин. Каждое поколение должно ощущать свою ответственность. «Они считают, что они свободны от всего. Со временем только приходит осознание того, что поступает какая-то ответственность. Если она, ответственность, не связана с чем-то другим, с нехорошим, а просто ответственность за себя, ответственность за судьбу своей семьи, ответственность за маму, за папу, ответственность за своих сверстников, ответственность за все то, что окружает молодого человека». От Управления образования поприветствовала всех Галина Платонова, говоря, что все мы должны сегодня использовать все пути влияния на молодежь, чтобы сформировать сознание подрастающего поколения на здоровый образ жизни, патриотизм, чтобы наша молодежь была достойна исторических моментов и событий своей Родины. Пришла женщина. У нее умирал сын. Умирал от того, что очень много употреблял сахара. И только чего она с ним не делала, только каким врачам она его не показывала. Он угасал на глазах. И вот она пришла к мадрецу и говорит ему, ну, может быть, вы найдете какие-то слова и скажете ему, чтобы он не находил этот сахар и не ел его, иначе он скоро погибнет. И он ей сказал, приведи ко мне ребенка через два месяца. И через два месяца она привела своего ребенка. И он ему сказал несколько слов. Не ешь сахар. Ребенок говорит, понял. И перестал есть сахар. И тогда возмущенная женщина говорит, мы столько мучаемся, еще два месяца прошло. Что же вы так, почему именно два месяца? А он говорит, все эти два месяца я сам не ел сахар. Поэтому я вам всем желаю, чтобы прежде чем сказать ребенку какие-то слова, вы сами это делали. Тема доклада первого дня чтений были посвящены в основном воспитанию детей, развитию гармоничной личности. Все присутствующие с интересом слушали докладчиков. Все, что говорилось, было всем близко и понятно. Подводя итоги этого дня, можно сделать выводы, что ни один проступок ребенка не должен оставаться без внимания родителей, не должен восприниматься незначительным, чтобы никем не остановленная и незамеченная вседозволенность подрастающего поколения не переросла в нечто более худшее, серьезное и жестокое. 3 декабря отмечается Международный День Инвалида. В нашем городе живут сотни таких людей. Для них были организованы различные мероприятия. 3 декабря празднуется День Инвалидов. И направлен этот праздник на привлечение внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья, к их проблемам и правам. В преддверии праздника художественно-историческое объединение провело одно мероприятие, участниками которого стали и дети, и взрослые, и здоровые, и нездоровые. Прибыли сюда люди не только с нашего города, но и с района. Наш клуб в Нижнеангарске образован в 2017 году для детей СОВЗ и их семей. Клуб называется «Луч надежды». В нашем клубе мы стараемся организовать культурные, познавательные мероприятия для наших деток. Также привлекаем все учебные заведения для наших контактов с ними. Проводим мероприятия культурного плана, познавательного, творческие встречи, бывают спортивные мероприятия. В ходе программы была проведена познавательная экскурсия-путешествие по истории нашего края. Дети с удовольствием рассматривали фотографии и экспонаты музея. Вот сейчас для них проводится экскурсия, также организована тактильная выставка. Чем она отличается от других? Тем, что здесь можно все трогать руками. Вот именно обычные экспонаты нельзя, но здесь, на этой выставке, как раз специально, чтобы дети могли прикоснуться к искусству, можно сказать, к людьям, к ценностям. Продолжилось мероприятие интересными играми, конкурсами и рассказами. Которые сейчас, в настоящий момент, уже не используются. Этими предметами раньше пользовались люди, да, и некоторые, конечно, сейчас используют такие, как вот эта вот каска, да. Для чего она используется? Для строения. Аплодируя, отвечая на вопросы викторин, активно принимая участие, все гости радовались устроенным для них праздником. А в Доме культуры Байкал состоялось мероприятие для взрослых, которое называлось «Наполнить музыкой сердца». И посвящено оно было тоже Дню инвалида. Атмосфера уюта и праздника царила в этот вечер в зале. Горячий чай, душистые пироги на столах и музыка сопровождали гостей на протяжении всей встречи. На протяжении всего праздничного мероприятия гости с удовольствием слушали песни в исполнении ансамбля «Сударушки», подпевая всем знакомые песни. Как живет с этим людям? Какие у них проблемы? Их ежедневная борьба с этими проблемами. Все это они оставили сейчас там, за дверью. А сейчас это веселые, жизнерадостные и активные люди, которые, как все мы, любят жизнь, умеют веселиться и даже озорничать. Со своими искренними сердцами и теплыми душами в очень уютной и дружеской обстановке проводят этот вечер. Для всех инвалидов нашего города, хотя в нашем городе 1400 инвалидов, но стоит всего на учете 400 человек. Для них я для всех желаю счастья, добра и здоровья. Очередная сессия городского совета депутатов состоялась 29 ноября. О наиболее важных вопросах повестки расскажет Лариса Зеленовская. По республике Бурятия кишечная инфекция занимает 6,4%. В городе Севербайкальск – 0,36%. Яна Данилова докладывала о состоянии заболеваемости и мерах профилактики острых кишечных инфекций на территории нашего города. У нас низкий процент заболеваемости, на мой взгляд, не потому, что у нас действительно так мало заболевших, а потому, что у нас стадает диагностика. То есть у нас в основном все заболевания, это УГЭК и неустановленные этиологии, у нас нет вирусной расшифровки. У нас вирусную расшифровку делают только в городе Уган-Удэ. Вы знаете, у нас большая проблема, чтобы забрать материал и отправить туда. То есть у нас большинство этих случаев просто проводится как дисфункция пищеварения, в органах пищеварения, то есть мы их не учитываем. Таких заболеваний, допустим, как норовирусная инфекция, которая у нас в среднем по Российской Федерации в прошлом году была 50% случаев, у нас в городе Севербайкальск в прошлом году вообще не была зарегистрирована. Родовирусная инфекция у нас была, по-моему, в этом году, при энтеровирусной инфекции, в прошлом году один случай, в этом году не одного. В общем, страдает диагностика. Показатели заболеваемости мы не превышаем среднереспубликанский, среднероссийский. В прошлом году, в 2017 год, мы 2,6 раза ниже показателя прошлого года и 8,8 раз меньше среднереспубликанства. В этом году у нас 24 случая острых кишечных инфекций зарегистрировано. Мы также не превысили республиканский показатель, мы его ниже в 5,2 раза по всем инфекциям, за исключением заболеваемости вирусным гепатитом А, который у нас был один случай, но, тем не менее, это нам дало заболеваемость, которая в 6,7 раза превысила среднереспубликанский показатель. У нас во всех очагах проводится заключительная дезинфекция, то есть в прошлом году 100% мы охватили, и в этом году 100% охватили отчего дезинфекции. Темой доклада Оксаны Колесниковой стало исполнение программы социально-экономического развития города Севербайкальск. Основным показателем является демография. В 2018 году, говорила Оксана Ивановна, происходит снижение численности населения города на 300 человек. Происходит это в основном из-за программы переселения, когда граждане выезжают с районов Крайнего Севера. Про уровень безработицы Колесникова сказала, что ее уровень не превышает республиканского показателя и составляет 6,7%. Значит, что касаемо показателей развития туризма. Значит, за 9 месяцев у нас все-таки план на 28% больше аналогичного периода прошлого года, поскольку вы знаете, что в предыдущие два года у нас были пожароопасные периоды, в общем-то выход в лес был запрещен, затруднен, это тоже накладывало свои отпечатки. В этом году, в принципе, в этом плане ситуация была спокойна, стабильна, поэтому плюсом здесь также сыграло то, что у нас налажено прямое сообщение на воздушной подушке по озеру Байкал до источника Хакусы. Здесь тоже сказывается, что человек уже может четко понимать, что он в любой момент, особенно это зимний период по льду, может добраться до этого источника, поскольку основное посещение, вот мы были на выставках Байкал-тур, это в апреле месяце, затем туризм и отдых в республике Бурятия, это был у нас в мае 2018 года, выезжали мы также с презентацией совместно с Севербайкальским районом. Вы знаете, все, кто подходил к нашему стенду, все говорили, Хакусы, мы знаем где, то есть вот регион наш этими термальными источниками, конечно же, славится. Бюджет города Севербайкальск за 9 месяцев текущего года исполнен по доходам в сумме 67,6% от годового. В том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 172 миллиона рублей или 69%. Расходы произведены в сумме 594 миллиона рублей. Исполнение расходной части бюджета, как я уже говорила ранее, расходы у нас исполнены во-первых, 594 миллиона рублей, что составляет 62,6%. Это по-прежнему наибольший удельный вес у нас занимаются. Расходы на отрасль образования 56%. Далее следуют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 21%. Общегосударственные вопросы 11,3%. Культура и кинематография 4,5%. Социальная политика 4%. Национальная экономика 3,2%. Средства массовой информации 0,4%. Физическая культура 0,3%. Здравоохранение 0,1%. Национальная безопасность правоохранительная деятельность 0,3%. И обслуживание муниципального долга расходов бюджета у нас составляет 0,01%. Бюджет города 2019, 2020 и 2021 годов формируется в рамках программной направленности. Утверждено 11 муниципальных программ. Программные расходы у нас составили 530 млн. рублей или 61% планового показателя. Непрограммные расходы исполнены в объеме 63 млн. рублей или 76,4%. Проект решения о бюджете муниципального образования город Севербайкальск подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджет по-прежнему утверждается на 3 года. Доходы бюджета всего на 2019 год запланированы в объеме 693 млн. рублей, на 2020 год 671 млн. рублей, на 2021 год 669 млн. рублей. Налоговые и неналоговые на 2019 год запланированы в объеме 236 млн. рублей, На 2020 год – 231 млн. рублей, на 2021 – 230 млн. рублей. Вес, возмездные поступления запланированы в объеме 457 млн. рублей, на 2019 год – 439 млн. на 2020 год и на 2021 год – 663 млн. рублей. На 1 ноября 2018 года в органах опеки и попечительства на учете состоит 80 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 74 ребенка воспитываются в замещающих семьях, 45 – под опекой, 29 – в приемных. Об исполнении государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. В целях защиты органы опеки и попечительства выходят с исками о лишении родительских прав ограничения. В этом году четверо родителей лишены в отношении 8 детей и один родитель ограничен в отношении двух детей. Предлагаем мебель всем на Полиграфистов 7. Шкафы-купе, встроенная и корпусная мебель по индивидуальным заказам от компании «Союзмебель». Интересные дизайнерские решения, высокое качество, бесплатный замер. Заявки принимаются в магазине и по телефону. А также предлагаем мягкую мебель, кухни, спальные гарнитуры, детские комнаты, мебель для ванных комнат и офисов, различные столы, стулья, матрасы и многое другое в большом ассортименте. Сделайте свой дом уютней. Создайте ваш неповторимый стиль с компанией «Союзмебель». 1 декабря партии «Единая Россия» исполнилось 17 лет. В свой праздник Свербайкальские единороссы вышли на помощь строителям ледяного городка. В день своего 17-летия члены партии «Единая Россия» решили отметить свое день рождения, сделав доброе дело для всего города. Несколько десятков человек в первый день зимы вышли на центральную площадь города для помощи строителям такого долгожданного ледового городка. Поздравляем всех жителей города с наступлением зимы. Сегодня первый день, зимы 1 декабря. Городское отделение партии «Единая Россия» этот день отмечаем сегодня 17-летие партии. И решили дружным коллективом выйти на площадь, на место наше, где будет горка для горожан, и помочь строителям. Сегодня хорошей погодой, мы чистим снег. И мы оказываем всю помощь, которую можем оказать. Ледовый городок совсем скоро украсят традиционные ледовые фигуры, снежной композицией. Будет здесь и елка, и горка для ребятни. Тема строительства пока держится в секрете. И мы очень надеемся, что ожидание нас не обманет. И совсем скоро все посетители этого ледового царства смогут с удовольствием окунуться в добрую новогоднюю сказку. Мы очень ждем горку, когда построят. Ну, вы ломаете ее, катайтесь, будет все весело. У вас все будет весело. Мама, я в телевизоре. Мама, я в телевизоре. На этом у нас все. Смотрите выпуски программы «События недели» во всех социальных сетях и на сайте компании «Аронет». Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя и оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok